Добрый день, уважаемые коллеги. Если говорить о лучевой терапии лимфом, то каждый год появляются новые рекомендации, новые знания, новые какие-то сведения. И на этом слайде представлены объемы облучения, вернее их эволюция от расширенных полей локорегионального облучения до облучения пораженных лимфатических узлов и стоящее между ними облучение пораженных сайтов, то, что занимает промежуточное положение между широкими объемами облучения пораженных областей и маленькими облучения пораженных лимфатических узлов. Для чего нам это все нужно? Нам это нужно для того, чтобы мы уменьшили объем не только облучаемых здоровых тканей, но также и объемы клинического облучения, объема планируемого облучения и дозы на легкое. Новые объемы широко используются, изучаются и появились уже данные по результатам их использования. И как показано в этом исследовании, что при облучении только пораженных лимфатических узлов у пациентов лимфомы Ходжкина 1-2 стадии, 10-летняя безрецидивная и общая выживаемость осталась достаточно высокой. В прошлом году были опубликованы рекомендации International Lymphoma Radiation Oncology Group, американские наши коллеги, по тем нозологиям, у кого уже можно точно проводить уменьшенный объем облучения. Это ранняя стадия индолентных лимфом и лимфома Ходжкина дуэлярного с липоцитарным преобладанием, если мы проводим только лучевую терапию. Это ранняя стадия лимфомы Ходжкина и диффузно-бэкровно-плечная лимфома после небольшого количества циклов терапии, когда нужно проводить лучевую терапию на очаги, имеющие наибольший риск остаточной болезни. Это первичная экстронодальная лимфома. Это распространенная стадия лимфомы Ходжкина или агрессивных неходжкинских лимфом после полного курса системной терапии на зоны с повышенным риском субклинического заболевания, а также рецидивы лимфом, подвергающие спасительной терапии, с распространдацией и без. Мы широко используем ПЭТ-адаптивные технологии в лечении лимфом и при анализе 20 исследований классической лимфомы Ходжкина ранних стадий после получения ПЭТ-отрицательных результатов после полихимиотерапии. Было показано, что если все-таки мы не станем проводить этим больным лучевую терапию, то что будет? А что будет? Мы получим большее число рецидивов, примерно на 5-10%. Но надо помнить, что различий-то в общей выживаемости нет. Из положительных моментов что может быть? Это то, что больные в будущем с рецидивами могут успешно получить полный объем лучевой терапии или химио-лучевой терапии, и подавляющее большинство из них будет лишено отдаленных рисков лучевой терапии. Но опять же надо помнить, что современная лучевая терапия на уменьшенный объем облучения позволяет сократить риск переоблучения здоровых тканей. В прошлом году появились обновленные рекомендации по лечению лимфомы Ходжкина, где показано, что пациентам классической лимфомы Ходжкина ранними стадиями благоприятным прогнозом необходимо проводить лучевую терапию на зону исходного поражения до суммарной очаговой дозы 30 грей. И впервые в наших рекомендациях появилась и выделена группа пациентам, которым можно проводить дозу и в 20 грей. Это пациенты с обязательным ПЭТ-КТ до начала лечения, то есть точность стадирования этих больных. Пациенты, у которых не более двух зон поражения без экстренодальных очагов и массивных пломбидратов, а также без ускоренного соя и получивших полный ответ на промежуточном ПЭТ-КТ. Наши американские коллеги рекомендации НССН прошлого года думают примерно так же, как и мы. И было показано, что у пациентов, получивших полный ответ, дозу на уменьшенный объем облучения АСРТ можно проводить 20 грей. Ну, если же ответ был частичный, то доза должна быть увеличена до 30 грей. И у пациентов с классической лимфомы Ходжкина ранними стадиями неблагоприятным прогнозом, также лучевую терапию мы обязательно проводим на зону исходного поражения в режиме обычного функционера до суммарной очаговой дозы 30 грей. Это же написано примерно и в рекомендациях НССН. После и полного ответа, и частичного ответа доза на первично пораженные очаги должна составлять 30 грей. Таким образом, при классической лимфомы Ходжкина ранними стадиями, при первичном лечении, все пациенты должны получать лучевую терапию. Если говорить о распространенных стадиях, то при анализе более 2000 пациентов, получивших лучевую терапию на остаточные ПЭД-позитивные очаги больше 2,5 см, не было получено разницы ни в 5-летней беспрогрессивной, ни в 5-летней общей выживаемости у больных, получивших или не получивших лучевую терапию. И по данным окончательного анализа рандомизированного исследования европейской группы, у пациентов даже с крупными очагами, которые на крупные очаги размеров от 5 и больше даже 10 см получали лучевую терапию и получившие ПЭД-отрицательные результаты после уже второго цикла полихимиотерапии, у пациентов, получивших или не получивших лучевую терапию, также не было получено разницы в 6-летней беспрогрессивной выживаемости. Таким образом, важным выводом этого исследования стало, что консолидирующая лучевая терапия может быть безопасно исключена у пациентов даже с крупными очагами, но при условии полного метаболического ответа после уже второго цикла полихимиотерапии. Это как раз и прописано в наших последних рекомендациях по лечению лимфомы Ходжкина, что пациентам без факторов риска и получивших полную ремиссию после полихимиотерапии можно обойтись без лучевой терапии. Однако же, если все-таки не достигнута полная ремиссия, а достигнута только частичная ремиссия, то нужно проводить лучевую терапию. И если пациенты с факторами риска, то тоже лучевую терапию доза 30 грейна резидуальной опухолевой массы нужно проводить. Но впервые в прошлом году появилась такая рекомендация, что части пациентам все-таки распространенными стадиями мы можем рассмотреть вопрос об отказе от лучевой терапии. Это пациенты, получившие интенсивную лекарственную терапию в полном объеме с резидуальной опухолью 2,5 см и, важно, полным метаболическим ответом уже ФАПЭТ-2, ну, естественно, после окончания терапии. И рекомендации НССН также рекомендуют, что если пациент получил полный ответ на поле химиотерапии, то возможно отказаться от лучевой терапии, ну или как вариант все-таки облучить изначально крупные или положительные остаточные лимфатические узлы. Мы все время пытаемся каким-то образом снизить неблагоприятное воздействие ионизирующих излучения, и современные методики лучевой терапии помогают нам достичь этого. Мы можем использовать так называемые продвинутые методики лучевой терапии, которые здесь обозначены, и это и 4D катетопометрия, и модулированная по интенсивности лучевая терапия, и ее вариант ротационный ВИМАТ, и лучевая терапия под визуальным контролем, и задержка дыхания на глубоком вдохе, которая была специально разработана для использования преимущества увеличения объема легких и изменения положения сердца при глубоком вдохе, что очень важно при облучении и средостения, и также регионах ниже диафрагма. На этом слайде показано, что именно лучевая терапия с контролем дыхания и задержка на глубоком вдохе может значительно снизить расчетные средние дозы для сердца и легких при лучевой терапии средостения, потому что на вдохе увеличивается легочный объем, и сердце оттягивается вниз, при этом доза на легкие и сердце снижается, а молочная железа выводится из поля облучения. И на исследовании, уже опубликованном в этом году, достоверно показано, что преимущественно имеют пациенты при облучении верхнего средостения, тогда доза на сердце статистически достоверно уменьшается при облучении на глубоком вдохе, но и доза на легкие как при облучении верхнего средостения, так и всего средостения также снижается, если мы используем эту методику. В нашем центре мы провели небольшое исследование по сравнительной оценке методик лучевой терапии при облучении средостения у больных различными лимфомами. Мы сравнили те методики, которые мы, в общем-то, рутинно уже применяем в нашей клинической практике. Это модулированная по интенсивности лучевая терапия, это ротационная методика ВИМАТ и стандартная 3D-комфортная лучевая терапия. И чего мы достигли? Понятно, что та или иная методика имеет свои плюсы и минусы. Модулированная по интенсивности лучевая терапия позволила повысить индекс комфортности плана и добиться минимальной нагрузки на сердце, но при этом показывает наибольшую нагрузку на легкие. Ротационная методика ВИМАТ снижает хорошо дозу на молочную железу при сохранении минимальных доз на сердце и легкие, но при этом средняя доза на сердце все же выше по сравнению со статической методикой АМРТ. Ну и 3D-комфортная лучевая терапия, как правило, это все передние и задние поля, показывает наименьшую среднюю дозу на легкие, но не имеет преимуществ по остальным критическим органам. В последние годы стало много говориться и о протонной лучевой терапии при лечении лимфом, и доступность этого метода лечения стала более доступным в нашей стране в том числе, но мы должны помнить, что поскольку величина той или иной дозиметрической пользы варьирует в зависимости от конкретной клинической ситуации, каждый случай должен рассматриваться индивидуально, и потенциальная польза от использования протонного облучения следует сравнивать с доступностью данного вида лечения. Кроме того, мы знаем, что показатели безрецидивной выживаемости аналогичны показателям, которые зарегистрированы при лечении протонным облучением. И было не так давно опубликовано рекомендации International Lymphoma Radiation Oncology Group по применению протонного облучения при лимфомах средостения. И первый сценарий этого лечения – это облучение верхнего средостения без подмышечного поражения, то есть небольшое поле облучения не показало преимущество ни до дозы на сердце, ни дозы на легочную ткань. При облучении области, охватывая в которой правую часть сердца в данном конкретном случае также не было продемонстрировано особой выгоды при протонном облучении, поскольку и моделированная по интенсивности лучевая терапия фотонного облучения также обеспечивает сопоставимые дозы для сердца по сравнению с протонной терапией. Но авторы всегда говорят, что индивидуализация такого рода выбора должна присутствовать. Конечно, если область облучения охватывает в сердце со всех сторон, то есть если это большое средостение, то, конечно, в данном случае это может быть проблемой для хорошего планирования фотонами. И тогда протонная терапия может быть предпочтительна у этой категории больных. Так же, как и в случае, если мы облучаем не только средостение, но и подмышечный регион, как бы мы хорошо ни планировали, с использованием современных методик фотонным облучением, протонная терапия в данном случае значительно снижает дозу на молочную железу в случае вовлечения подмышечной области, что особенно актуально, конечно, у молодых пациенток. Таким образом, лучевая терапия является неотъемлемой частью комбинированного лечения лимфом и с каждым годом появляются новые нюансы ее применения. Основываясь на представленных стандартах, во всех случаях необходим персонализированный подход к выбору источника излучения, методикам планирования и проведению лучевой терапии больных лимфомами. Благодарю вас за внимание.